Добрый день, уважаемые одиннадцатиклассники! Здравствуйте! Какие люди? Так, меня нормально слышно? Спасибо, здравствуйте! Так, людей у нас что-то маловато. Здравствуйте, Арген! Так... Ну, в общем-то, количество не особо увеличивается. Здравствуйте, Белима! Так, ну ладно, давайте. Все, организационную часть мы закончили. Перейдем к презентации нам. Так, значит, тема сегодняшнего урока – магнитные свойства вещества. Домашнее задание. Ну, у нас будет, как обычно, в Я-классе. На следующей неделе я вам что-то дам. И на эту неделю у вас есть две самостоятельные. Одна, в принципе, повторительная просто. Поэтому я надеюсь, вы не обидитесь, что много задал. Заодно, за первую неделю будет оценка. Так, седьмой параграф как раз посвящен магнитным свойствам вещества. Первое упражнение можете разобрать. Но, опять-таки, это все, чтобы вы смогли потом в Я-классе решить задачи. И можно посмотреть видео уроков. Много. Сегодня я подобрал там три штуки. По этим темам. А так, в целом, мы заканчиваем первую главу. И поэтому основные вещи вы должны знать. Так, что мы дальше делаем? Цели и задачи урока. Значит, опять мы повторим основные понятия электродинамики. Систематизируем вещества по их магнитным свойствам. И поговорим вообще о применении магнитных материалов. Так, что-то у меня тут в накладке. Вам меня видно или нет? Может кто-то в чат написать? Не видно, да? Давайте попробуем перезапуститься. Что у нас тут такое хорошее? Так, что-то я тут немножко... Ага. Так, извините, это я уже поторопился. Так, значит, тема магнитных свойств вещества. Домашнее задание. Седьмой параграф. Упражнение 1. Можете почитать самое главное в первой главе. Там содержание первой главы, которую мы уже закончили. Видео уроков несколько. Так, ну и опять мы сегодня все-таки начнем с повторения основных понятий. На прошлом уроке не очень удачно все прошло у нас. То есть ответы были не очень точные и пассивно ввел себя класс. Так, систематизируем вещества по магнитным свойствам. Ну, в 10 классе мы систематизировали вещества по тому, как на них влияет электрическое поле. А теперь по тому, как они взаимодействуют с магнитным полем. Мы поговорим о том, где применяются эти магнитные материалы. Так, памятка у нас. Ну, в основном проблем с вами не возникает. Вы уже люди взрослые. Поэтому просто быстро провистаем основные вещи, скажем. Значит, вовремя подключаться. Не мешать проведению урока. Задавать вопросы тогда, когда нужно. Делать домашнее задание. Ну, я думаю, с этим все в порядке у нас. Поэтому, наверное, давайте перейдем к самому уроку. Ну, наверное, сегодня в таком режиме я даю вам фразу, а вы заканчиваете ее. Или наоборот, начинаете. Попорядоченное движение заряженных частиц называется. Как у нас? Кто может ответить? Электрический ток. Хорошо. Кто-то согласен или нет? Я фамилии активно участвующих буду записывать. Кто-то согласен, что это электрический ток. В прошлом году, я вам уже говорил, мы до двух правильных ответов работали. Или кто-то не согласен с этим. Да, вроде. А почему вроде? Вроде нельзя говорить в таком случае. Да. Попорядоченное движение заряженных частиц называется электрическим током. Так, давайте к следующему вопросу. Ага, спасибо. Так, вот тут у нас такая анимация, которая листрирует. Как течет ток, как вы помните, считается, что он течет от плюса к минусу. Но конкретно в металлах заряженные частицы электроны в обратную сторону движутся. Так, следующий вопрос. Тела. Длительное время сохраняющие намагниченность. Как они называются? Магниты. Хорошо. Кто-то согласен или не согласен? Магниты. Может как-то уточнить? Можно или нет? Постоянные. Спасибо, да. Ну, то есть, в принципе, ответ правильный. Постоянными магнитами или просто магнитами. Хорошо, спасибо. Так, дальше. Одинаковые полюсы магнита или полюса магнита делают то-то, а разные делают то-то. Что они делают? Одинаковые отталкиваются, а разные притягиваются. Так, есть кто-то не согласен? Отталкиваются разные притягиваются. Хорошо. Значит, на этом рисунке у вас изображено. Я надеюсь, у вас с видео проблем нет. Все. У нас меняются эти рисунки достаточно быстро. Значит, северные и южные полюса притягиваются. Если обратными концами магниты поднести северными друг к другу или южными, то будут отталкиваться. Так, значит, одинаково притягиваются, разные отталкиваются. Датский ученый Эрстет обнаружил действие электрического тока на что-то. И можно сказать, на что он обнаружил действие электрического тока. Так, то ли печатать долго, то ли мы думаем. Опыт Эрстета довольно важным является в истории физики. Да, на магнитную стрелку. Ой, кумыш, спасибо. Ну, или другими словами. Нет, азамат. Ну, не на проводник. Да, хотя проводники с током действуют друг на друга. Эрстет обнаружил, что действует электрический ток. Действует на постоянный магнит. Но магнитная стрелка это и есть постоянный магнит. Потому что благодаря этому она в поле Земли разворачивается. Туда, куда нужно. Значит, это важный опыт, потому что он связывает между собой электрические и магнитные явления. Он показывает, что протекание электрического тока, а это все-таки электрические явления, у нас приводит к возникновению магнитного поля. Вот. Так, этот опыт у нас на рисунке изображен. То есть, когда выключена была у нас эта установка, стрелка была ориентирована как-то. После включения, когда течет постоянный ток, стрелка разворачивается. Так что, ну, если в проекциях смотреть, то перпендикулярно проводу. По правилу правой руки можете найти направление магнитного поля. И стрелка должна развернуться так, что северный полюс по направлению магнитного поля будет расположен. Северный полюс здесь у нас синим почти всегда. Хотя у нас была одна фотография, две магниты наоборот были нарисованы, раскрашены. Так, следующее. Чем отличаются силовые линии электростатического и магнитного полей? Ну, тут, наверное, придется много писать. Ну, хоть что-то, если можно. Отличаются они вообще или не отличаются? Силовые линии полей. Замкнутые, не замкнутые? Ну, хорошо. А какие замкнутые, а какие не замкнутые? Вы по порядку записали? То есть электростатического первого, а магнитного второго или не по порядку? Так, ну, давайте. От электростатического поля силовые линии не замкнутые будут или нет? Так, что-то у нас молчание. Давайте я картинки покажу. Можете в это время все-таки отвечать. Так, силовые линии на положительном начинаются и на отрицательном заканчиваются. Это именно силовые линии электрического поля. Правильно. Как на рисунке слева нарисовано. У них есть определенное начало и определенный конец. Силовые линии магнитного поля. Хорошо, да. У магнитного поля силовые линии, кроме того, не замкнутые. То есть там, где постоянный магнит, это не очень может быть заметно, но там силовые линии внутри магнита тоже идут. А там, где электромагнит, это катушка, там вот они прям прорисованы. Они замкнутые и поле называется вихревым. Давайте такой вопрос на да и нет. Если магнита разрезать на две части, будет отдельно северный и отдельно южный полюс? Нет. Правильно. Значит, у магнитного поля нет источников, поэтому они замкнутые. Они рождаются, но... Правильно. Два магнита будут северным и южным полюсом у каждого. Так вот силовые линии рождаются чем-то, но они вихревые. Не начинаются ни на чем, не заканчиваются. Так, ну а теперь повторим, как классифицируются вещества, тела там по отношению к электрическому полю. Тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному, как называется. Ну, то есть, другими словами, тела, по которым заряды могут двигаться. Проводники. Так, предположение такое. Ну, давайте до двух ответов. Тут ответ у нас из одного слова состоит. Наверное, нужно подождать. Согласны с и парой или не согласны? Может, это все-таки не проводники? Проводники же вроде на железных дорогах работают. Согласны. Ну, ладно, хорошо. Пути и тела называются проводниками. Правильно, хорошо. Ну, просто, бывает, что слова имеют несколько значений у нас. Хотя, в смысле, у них к одному сводится. Что-то они проводят, да? Ну, в основном у нас проводниками являются металлы. Хотя, не только металлы, если помните. Растворы солей, оснований кислот в воде. Тогда их молекулы растворяются, они распадаются на ионы. В металлах основными носителями являются электроны. Но металл очень хорошо проводит электричество. Хотя, растворы тоже достаточно хорошо. Так, ладно. Значит, тела, через которые заряды, наоборот, не могут переходить от одного тела к другому. Как они называются? Диэлектрики есть вариант. Хорошо. Кто-то согласен или не согласен? Так. Я появился, согласен. Хорошо. А еще есть названия у них? Кроме, где электрики, как их еще называют? Кто-нибудь помнит? Не проводники можно назвать. Ну ладно, хороший вариант. Ладно. Еще кто-то хочет добавить. Может. Или никто не хочет. Ну ладно, пойдем дальше. Диэлектрики. Да, видим. Диэлектрики сказали уже. Еще их называют, кроме того, изоляторами. Ну, это все у нас синонимы. Диэлектрики, диэлектрики, изоляторы. Чаще всего, наверное, диэлектриками, физики называют. А в жизни изоляторами. Тут вот у нас примеры. Ну, такие штуки вы, наверное, видели в электротехнике. То есть, в патронах, куда вы лампочку вкручиваете, там керамические части есть, которые не проводят электрический ток. На линиях электропередач вот такие вот изоляторы прям стоят. В такой форме, как вот рисуют в мультиках. Медовые соты. Бочки такие. Значит, стекло, керамика. Керамика это обожженная глина. И все, что с этим связано. И пластмассы в основном, да. Значит, это у нас вещества, которые не проводят электрический ток. Хотя это все полно. Зависит от того, какова сила поля. При больших значениях напряженности электрического поля. Электрики портятся, а по ним протекает электрический ток. То есть, это, ну, деление довольно четкое. Но все-таки бывают исключения, можно так сказать. Все зависит от ситуации. Так, и есть у нас еще вещества, которые по отношению к электрическому полю занимают промежуточное положение между проводниками и электриками. Как их называют? Может кто-нибудь сказать? Полупроводники. Азамат. Азамат. Хорошо. Так, кто-то еще хочет? Кто-то еще хочет что-то сказать? Согласиться или не согласиться? То, что я сказал хорошо, это потому что Азамат у нас поучаствовал на уроке. Так, Илья, сегодня сам не отвечает, только со всеми соглашается. Ну, правда, про изоляторы, да, мы писали про диалектики. Ладно, все равно спасибо за активность. Да, полупроводники. Ну, не полуизоляторы, а полупроводники, так их называют. Это у нас вот кристалл кремния. Это у нас в Орловке выращивали их раньше, может быть до сих пор выращивают. То есть потом они куда-то идут на экспорт для производства чипов всяких. Так, ну давайте поговорим о том, что мы сегодня будем рассматривать. Вот, вещества у нас взаимодействуют также с магнитным полем. Это опять-таки связано с их строением. Ну, я думаю, вы помните, мы когда говорили о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Их свойства связаны со строением. Здесь у нас точно так же, но на самом деле потруднее для понимания, потому что строго, чтобы понять, почему они обладают такими свойствами, нужно квантовую физику изучать. А вам еще рано. Значит, могут они поддерживать поле или ослаблять. А те, которые поддерживают, даже бывают сильно, ну, гораздо сильнее делают это поле, усиливают его заметно. Вот так их классифицируют. Тут картинка, то есть единичкой подписан рисунок там, где просто вещество без магнитного поля внешнего. И во втором случае вещество в каком-то магнитном поле. В результате этого структура вещества немножко меняется. И в самом поле может возникнуть также, как в самом веществе, магнитное поле. И вот в зависимости от того, как это поле соотносится со внешним полем, у нас вещества и делятся на разные классы. Вводится понятие магнитной проницаемости. Это отношение у нас индукции магнитного поля в среде к индукции магнитного поля в вакууме. Мы или в воздухе чаще всего мы. Свойства воздуха очень часто мало отличаются от вакуума. То есть, если вы помещаете какой-то предмет из какого-то вещества, сделанный. Магнитное поле, то магнитное поле в нем именно магнитная индукция, потому что на самом деле есть еще другие величины, которые описывает магнитное поле, но в школе не рассматривается. Изменяется во сколько-то раз. И в зависимости от этой величины характеризуют вещества. Значит, бывают вещества, которые называются диамагнетики. Ну, то, что красным записано, я вам говорил, можно конспектировать. Значит, их внутренние магнитики, которые у них так и так есть, они у нас разворачиваются против направления внешнего магнитного поля. И немножко его ослабляют. В этом случае у меня будет меньше единицы. Но обычно незначительно меньше единицы. То есть отрицательное оно не станет и даже меньше 9 десятых. их не будет. Тут перечислены у нас вещества, которые являются диамагнетиками. Если вы видеоуроки посмотрите, там есть эксперимент, когда подносят магнит к этим веществам, они отталкиваются. Но этот эксперимент очень нужно делать аккуратно. Эта сила небольшая. Например, если пробка плавает на воде, можно поместить кусочек вещества и поднести магнит. Тогда будет заметно. Значит, это диамагнетики. Ничего другой класс. Ох, ох, ох. Тут небольшая ошибка. Парамагнетики. Парамагнетики должно быть слово. То есть это такие вещества, которые поддерживают внешнее магнитное поле. Парамагнетикам относятся алюминий, платина и другие металлы, как тут написано. Они у нас разворачиваются. Внутренняя структура у них так, внутренние магниты, что поддерживают внешнее магнитное поле. Так, просто у нас наложение слайдов произошло, извините. Значит, намагничивается во внешнем магнитном поле эти вещества. И поле, наоборот, немножко усиливает. Если поднести к ним магнит, то они будут притягиваться. Но все-таки не так заметно, как то, что мы в жизни видим с железом. Так, поведение парамагнетиков во внешнем поле, оно объясняется вот этими рисунками. То есть, у них есть какие-то области, которые являются своего рода магнитами. Там текут токи, потому что даже просто движение электрона по орбите, это циркулирующее движение заряда, то есть кольцевой электрический ток. Это движение создает магнитное поле. Но если вы химию помните, заполняли такие ячейки стрелками. То есть, когда два электрона у нас направлены в противоположные стороны, спины у них, то эти магнитные поля, которые они создают, они равновешиваются, потому что в разное поле они нейтрализуют друг друга. Все зависит от того, сколько свободных, не спаренных электронов будет у определенного вещества. Ну и когда рассматриваем соединение, там, в общем, тоже электронная структура очень важна. Поэтому это все довольно трудно описать в школе. Ну и вот под действием внешнего магнитного поля эти области, они разворачиваются и создают свое магнитное поле. Только у геомагнитиков оно мешает внешнему полю, а у парамагнитиков оно помогает ему. Поэтому поле немножко усиливается. И дальше. Ферромагнетики. Ферром, я надеюсь, вы помните, переводится как железо с латинского. То есть, это такие вещества, которые обладают намагниченностью и в отсутствии внешнего магнитного поля. А если внести их в катушку, то они, в общем, значительно усиливают магнитное поле, создаваемое электромагнитом. Ну, название выбрано потому, что с железом человечества уже давно знакомо. Поэтому именно в аэромагнитике. А именно на железе эти свойства, в общем-то, в основном мы и наблюдаем. Наверное, все знают из жизни, что железо притягивается к магниту. Вот. Значит, магнитная проницаемость у него гораздо больше единицы. Вот эти два значка больше, еще раз больше, они считаются как гораздо больше. То есть, может достигать сотен и близко к тысячам. В отличие от парамагнетиков, где там незначительно больше единицы этого числа. Ну, по аналогии с таким значком, есть значок значительно меньше, когда стрелки в обратную сторону направлены. Так, температура Кюри. Есть такое понятие. Значит, это температура, выше которой магнитные свойства исчезают. Если вы магнит нагреете, то его магнитные свойства после нагревания, достижения определенной температуры, просто пропадут. В общем, это происходит точно так же, как и плавление. Внутренняя структура материала нарушается. Так же, как и плавление, называется это фазовым переходом. Но не агрегатным, а фазовым. Только фазовым переходом второго рода. А плавление это фазовый переход первого рода. То есть, это такая точка или температура, при которой определенные свойства пропадают. Но это связано с изменением внутренней структуры, из-за того, что движутся у нас атомы более интенсивно. В таблицах вы можете найти, это просто образец значения критической температуры для разных веществ. И, в принципе, учебники они есть, но могут не совпадать. Даже если вы два учебника возьмете или интернет. Некоторые температуры немножко разнятся. Ампер предположил, что связаны как раз у нас магнитные свойства с тем, что электроны движутся по орбитам. Хотя, сейчас выделяют определенные области в ферромагнетиках больше, чем просто атом или молекула. Которые имеют определенную структуру. То есть, они как маленький магнитик работают. И создают магнитное поле. Если эти магнитные поля упорядочены, направлены в одну сторону, то, в общем, мы можем получить сильное магнитное поле, как у ферромагнетиков. Ну, а у обычных материалов просто все это направлено и непорядочено. И поэтому магнитное поле равно нулю. Эти области называются доменами. Может быть, вы из курса истории знаете такое слово. Так, где применяют ферромагнетики. Времени у нас мало уже. Ну, в общем-то, это из старого учебника. Что в связи, там, в катушках, в гриле, в электромагнитах. Может быть, вот такую картинку где-то видели. Я не знаю. Помните, что раньше были кассетные магнитофоны. И были вот такие носители информации. Кассеты с магнитными лентами. Потом у нас были дискеты. Ну, да, тут какая-то аналогия со звездным ламмем. Вот такие дискеты. Да, наверное, уже не помните. Это в моей молодости было. Ну, а все-таки жесткие магнитные диски, которые мы сейчас используем. Там также применяются ферромагнетики. Ну, и давайте немножко самоанализа. Подумайте, это для себя, это не для меня. Как для вас прошел этот урок. И если не совсем гладко, то нужно поразбираться. Хорошо, Белима. Надеюсь, другим тоже все понятно. Почитайте, пожалуйста, параграф. Не очень большой. И видео уроки у нас еще есть. Там все хорошо рассказано. Ну, ладно. Я-класс покажет, как у нас дела. Все хорошо. Ладно, спасибо за внимание. Спасибо тем, кто активен.